Туризму в Бурятии официально дали зеленый свет, только в этом году в республике реализуют полсотни проектов. Будут много внедрять, рекламировать и строить, ведь сейчас туризм это не поход, рюкзак, гитара, а целая отрасль, приносящая баснословные дивиденды казне, отметил федеральный чиновник. Впервые у нас субъект Российской Федерации объявляет целый год, посвященный туризму. Почему это происходит? У нас, понимаете, коренным образом меняется представление о роли и значимости туризма. Очень важно, чтобы наконец мы прорвали этот информационный вакуум, и чтобы действительно вся страна и весь мир узнали, что такое Бурятия. Вячеслав Наговицын убежден, что республика успешно справится с возлагаемыми на нее надеждами, а чтобы сфера туризма стала курицей, несущей золотые яйца, в Бурятию пригласят аксакалов этой деятельности. В этом году проводим вместе с Федеральным агентством по туризму, проводим эколого-туристический форум, на который мы пригласим специалистов со всех стран мира, для того, чтобы можно было отменяться опытом, как добиваться таких выдающихся результатов. Чтобы туризм развивался не на словах, а на деле, парламентарии уже разработали полезные законы, в том числе и те, которые привлекут инвесторов. Мы ориентируемся на закон социально-экономического развития республики до 2020 года, где одним из направлений развития экономики – это туризм. И даже есть план о том, что примерно к этим годам у нас почти должно дойти до 2 миллионов туристов в год. Сейчас 500. Многим 2 миллиона путешественников в год покажутся цифрой фантастической. Однако это вполне реально, уверяют специалисты, если вкладывать силы, деньги и знания. А всего этого в Бурятии в достатке. Анна Зуева, Вячеслав Батоев, Новости дня.